Активы белорусских банков на 1 октября насчитывают почти 121 миллиард рублей. С начала 2023-го показатель увеличился на 15%. Чистая прибыль за прошедший период свыше 2 миллиардов. Это на 43% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. Предприятие Республики представит свои разработки на 12-м Петербургском международном газовом форуме. Он пройдёт по 3 ноября. Беларусь продемонстрирует продукцию компании МАЗ и карьерный самосвал БелАЗ с грузоподъёмностью 90 тонн. Также одна из новинок – автомобиль Джелли на метане. Всего примет участие два десятка производителей. Продолжается реализация совместного туристического проекта с Россией «Белорусский ваяж». 4 ноября в рамках инициативы 100 туристов прибудут в республику. В программе различные экскурсии, знакомства с культурой и традициями, дегустация национальных блюд. Первая поездка стартовала в августе 2022-го. С 1 ноября в республике вводится запрет на ловлю сома. Нарушителей ждёт штраф в размере 12 базовых за каждую выловленную особь. Это сделано в целях сохранения бедоры в зимний период. Ограничение будет действовать по 31 марта 2024-го. В Бобруйске 3 ноября с 10 до 12 часов управление по труду, занятости и соцзащите проведёт электронную ярмарку вакансий. Соискатели смогут познакомиться с условиями, а также направить своё резюме. Есть возможность получить бесплатную консультацию по вопросам работы.